Мир вам, друзья! Находясь на Питерском международном юридическом форуме, мы не могли не воспользоваться возможностью и не задать несколько вопросов по перспективам эксперимента по исламским финансам заместителю председателя Банка России Алексею Геннадию Чугузнову. Предлагаю вам ознакомиться с данным интервью. Надеюсь, оно будет интересно. Алексей Геннадьевич, у нас на повестке дня эксперимент, и самый основной вопрос — это что ожидает Банк России от эксперимента, и есть ли какие-либо ожидания в цифрах у этого эксперимента, объем рынка. Да, добрый день, прежде всего. Спасибо за возможность обсудить эту тему, тему проведения эксперимента по партнерскому финансированию. У нас вчера была сессия, и вы выступали на этой сессии. Спасибо вам за это выступление. И этот вопрос обсуждался как раз на сессии, как вы помните, был одним из вопросов, который мы подготовили в качестве такого блиц-опроса, что называется. Мне, честно говоря, понравились все осуждения, которые были высказаны. Я бы ни одно из этих ожиданий не отрицал. Вот если перечислить, да. Сейчас мы понимаем, что такого рода каналы — это канал для привлечения инвестиций. Поэтому будет или нет использован этот канал, если будет создан и будут функционировать банки с лампскими окнами, другие институты, которые в рамках партнерского финансирования могут работать, будут ли использовать этот канал для того, чтобы его стали активно использовать именно инвесторы, которые находятся в традиционной этой лакуне бизнеса. Если да, это хороший вывод из такого рода финансирования. Хватит или не хватит времени — это тоже вопрос, который там остается на поместке дня. Поэтому модель, которая предложена законопроектом, она предполагает гибкость в этом вопросе, определенную гибкость. Но все-таки все должны знать, где пределы, когда мы должны будем сделать соответствующие выводы. Второе, наверное, это на уровне, должно исследоваться на уровне уже соответственно субъектами, где проводится эксперимент. Есть и вот коллеги из Башкортостана, из Чечни говорили о том, что и сейчас действуют определенные организации, которые предлагают свои услуги, соответствующие параметрам, там, партнерского финансирования, принципам партнерского финансирования. Соответственно, что произойдет с ними, с этими субъектами? Улучшится их экономическое положение? Будет больше вовлеченность клиентов? Больше востребованность их услуг? Или все останется на прежнем уровне? Наконец, третье — это, наверное, появится или не появится интерес у бизнеса. Будут ли созданы новые формы, новые институты, которые работают в этом сегменте рынка? В конечном итоге, сколько граждан будет вовлечено в этот процесс? Пойдут ли они сюда? Это, вероятно, все-таки те вопросы, которые должны разрешаться на уровне соответствующих обследований самими участниками экспериментов, точнее, теми субъектами Российской Федерации, где эти эксперименты будут проводиться. Думаю, что это один из тех вопросов, которые, наверное, нам будет необходимо обсудить в рамках рабочей группы по партнерскому финансированию, в которой вы активно тоже принимаете участие. Алексей Геннадьевич, ну вот вы обозначили множность субъектов, это и иностранные исламские банки, и существующие очень мелкие финансовые организации. Как вы видите надзор за всем этим рынком, и какие подводные камни вы видите? Подводные камни будут по мере течения воды обнаруживаться, тут мы не делаем там иллюзий каких-то для себя. Мы понимаем, как надзирать за банками, да, мы, наверное, коллеги сейчас уже обсуждают, какие возникают новые типы рисков в деятельности банков, и если банки будут вести разговор о сегрегации этой части бизнеса, то нужно будет понимать, как лучше это сделать выделением, самосозданием юридического лица, если на одном балансе, то как его сегрегировать, с точки зрения в том числе, как соответствия тем самым известным принципам партнерского финансирования, так и с точки зрения купирования других рисков, изникающих в рамках традиционной деятельности, банковской деятельности. Мы понимаем, по крайней мере, есть соответствующие воззрения на сей счет, что делать с микрофинансовым институтом, да, у них понятно, что сама по себе модель бизнеса, она относительно такая, может быть, не обладает той сложностью, которой требуется при изучении. Поэтому, по большому счету, и даже, наверное, если какие-то новые институты вот вне существующих форм микрофинансовой деятельности, тех, которые уже сейчас находятся под надзором Банка России, будут созданы, то им будут предложены и такие упрощенные модели отчетности, для того, чтобы видеть, может быть, необходимые параметры, которые характеризуют именно этот аспект деятельности нового института. Ну, есть вещи, которые уже непосредственно, что называется, встроены в законы, это и так называемые фит-энпропот-тесты, то есть связанные с оценкой деловой репутации соответствующих руководителей, это тоже элемент надзорной практики, надзорной политики, и к этому будет определенное внимание. Но, опять-таки, в начале пути, понятно, что каких-то чрезмерных требований никто не хотел бы выставлять. Кстати говоря, вчера, опять-таки, этот вопрос обсуждался с точки зрения требований по капиталу, насколько не завышены ли они, насколько не завышены ли требования, которые связаны с тем, что уже через год должна компания увеличить свой капитал. Да, здесь риски, может быть, не носят прямого инвенционного характера или кредитного характера, но они существуют, и капитал в этом смысле тоже играет определенную, в том числе, компенсационную роль. Но, опять-таки, это вопрос, который, может быть, разрешится уже на этапе, что называется, доведения законопроекта в Комитете Государственной Думы. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, определенное понимание того, что собой может представлять регулирование на уровне актов Банка России, и в чем может стоять надзор Банка России за деятельностью этих новых институтов, есть. Но, с очевидностью, и в чем смысл эксперимента, какие-то вещи будут проявлять себя дополнительно, и эти вещи, в отношении этих вещей, будут формироваться соответствующие надзорные практики. Банки, как ключевой участник финансового рынка, они же предполагаются одним из участников от этого нового исламского финансового рынка. Для них все-таки вот эти инструменты, они относительно новые. И даже те банки, которые сегодня пытаются что-то сделать, так БАР, Сбербанк, они очень ограничены перечней инструментов сейчас в рамках действующего законодательства. Что-то они делают через дочки, что-то выборочно. Фактически нельзя сказать, что они выполняют полноценную функцию финансового посредника. И вот, выходя на новый рынок, с учетом нового законодательства, законов перспективного, насколько эффективно и быстро финансы банки смогут воспринять этот новый характер рисков. Вот то же самое доверительное управление, да, то же здесь уже привлечение средств, направление их в реальный действующий бизнес путем, например, торгового финансирования или других инструментов. Вообще, насколько вот эта новая практика того же доверительного управления сможет прижиться в банковском секторе, вообще в российском финансовом секторе? Опыт управления на уровне доверительного управления он был, он существовал и внутри банков, был сегрегированный так называемый ученый фонд банковского управления. Они вчера тоже вспомнили, хотя это была давнешняя практика, от которой мы, может быть, отказались благодаря развитию законодательства об инвестиционных фондах. И, кстати говоря, само по себе законодательство об инвестиционных фондов, оно тоже создает определенный опыт, а банки там связаны с управляющими компаниями, очень часто это просто отдельная, там, в рамках одной экосистемы. Поэтому каких-то, ну, глубоких, что называется, затруднений с точки зрения управления активами я не видел, но понятно, что потребуется дополнительная специализация, выделение кадровых ресурсов, формирование этих кадровых ресурсов. Сели банки, будут готовы и захотят двинуться в этом направлении? Ну, конечно, нет. Для кого-то это новая ниша, кто-то увидит себя в этой работе. Будет ли много таких, такого рода институтов? Не знаю. Вчера Анатолий Геннадьевич Аксаков тоже сказал о том, что на каком-то этапе, когда обсуждался этот законопроект, еще в какой-то, может быть, даже не этот законопроект, один из вариантов. Законопроект, который, в принципе, регулировали вот партнерское финансирование, там, некоторое время назад с банским сообществом банки скептически отнеслись к этому нововведению. Но сейчас другие условия, другие интересы. Этот законопроект позволит, как нам кажется, вот соревновать новые связи, новые мазки с теми партнерами, которые не всегда были, скажем так, в контексте основного внимания банков. Возможно, это потолкнет банки к более активному использованию инструментов, которые есть или предлагает этот законопроект, и, соответственно, больше будет интереса, и они развернутся здесь, в эту сторону тоже. По сути, что происходит на рынке ПИФов? Большая часть средств населения, по сути, направляется... Цены бумаги. Цены бумаги. Цены бумаги, естественно, да. Далеко не всегда это российские цены бумаги, в большей степени зарубежные. Что же предлагает модель, которая работает группой исламских финансов в компании России, это привлечение, размещение их в реальный сектор, в те компании, которые действуют вокруг нас же, в наших же регионах, да, то есть практически, наверное, здесь большая такая социальная составляющая, и все-таки в этом секторе, но почему-то произошло так с ПИФами, что все пошло за рубежом. Больше вариантов, больше капитализации, особенно если мы говорим о долговом секторе цены бумаг, с долевым больше рисков, больше необходимости оценки, оценки, что собой представляет бизнес, то есть, да, понятно, это потребует изменения модели поведения, но говорить о том, что принципиально такого опыта нет, ну, тоже не приходится. Опыт есть, и есть ПИФы, которые ориентированы на работу с, там, что называется, промышленным сектором, они разные, с недвижимостью, и если бы те же самые вложения в ценные бумаги, но не долгового характера, а долевого характера акций, например, да, ну, это тоже один из вариантов развития событий. Фактически, это, там, переупаковка инвестиций через определенного профессионального посредника, инвестиции, там, частного лица в акции. Требуется, действительно, требуется оценка этих инвестиций, требуется оценка рисков, которые здесь возникают, но практика и опыт есть, я не думаю, что здесь, ну, уж очень большие сложности, по крайней мере, ну, с точки зрения всего того опыта развития финансового рынка, который существует. На самом деле, в отношении инвестирования в акции гораздо меньше опасений слышится, да, вот в информационном поле, чем, например, в отношении инвестиций в модели исламского финансирования. Вчера тоже на разных площадках прозвучало, что там не совсем защищенный инвестор, хотя, по сути, по природе рисков, наверное, риск на фондовом рынке, ввиду переоцененности многих ценных бумаг и вообще тех факторов, которые влияют на цену ценных бумаг, они повыше, наверное, чем... Наверное, но инструмент более ликвидный, это компенсируется именно этим, то есть его можно быстрее продать. Акции тяжелее подчас продать, это тоже такая история. Какой новый механизм, как инвестиционные платформы, как вы думаете, механизм партнерского инвестирования здесь, насколько смогут... А вот вопрос возникнет. Вполне, почему бы нет, это такое, знаете, совмещение традиционного для определенной группы стран с способом финансирования новых технологий, почему бы и нет. Действительно, там, скажем, и тот новый инструмент, инструментарий, который предложен в виде цифровых прав, цифровых, утилитарных цифровых прав, он предполагает, что здесь не возникает каких-то процентных кредитных рисков, здесь есть понятное, там, движение имущества, которое следует за выраженным в этом цифровом праве титулу собственности на это имущество. Вполне, это, ну, бизнес сам должен решить, какой формат им, в данном случае, удобен. И я думаю, что найдется, найдутся те люди, особенно, наверное, это можно говорить о молодежи, которые с удовольствием бы вот еще бы в данном случае оценили эту ситуацию с точки зрения новых технологий. А это новые технологии, новый вызов для, в том числе, для того, чтобы осмыслить эти процессы. Посмотрим. По крайней мере, вы правильно говорите о том, что противоречий между двумя этими сферами нет, а, следовательно, ну, сам бизнес должен найти мостики. Вот вопрос возникает в отношении застройщиков, которым сейчас из крово-счета, если рассуждать с точки зрения исламского финансирования, практически перекрыли возможность напрямую получения средств. Альтернатив, соответствующих подходу с финансированием, ну, по сути, вот насколько мы смотрели, кроме, может быть, специального общества финансирования, где пока тоже практика ограничена и сложно контролировать, конкурировать с Дома РФ, то есть практически нет. Даже если смотреть инвест-платформы, грубо говоря, токенизировать квадратные метры, предлагать через платформу будущее жилье, то все равно мы упремся в те же с крово-счета. То есть даже здесь не будет возможности просто... Почему вопрос задаю? Я знаю застройщиков, которые уже не один, не первый год работают, пытаются разработать с финансовой организацией механизм альтернативного финансирования их, имея уже запасы на из крово-счетах. Но банки не могут ничего предложить дельного, кроме кредитования, пусть даже и какие-то символические проценты. Здесь, может быть, опять же сложно на вопрос, пока наверное сложно будет сразу ответить, но есть ли какие-либо альтернативы? Ну, альтернативу должны предлагать бизнес. Да, я думаю, что особенно на этапе начала эксперимента уж точно не отрегулировать, должны формулироваться эти предложения, а вот бизнес, если увидят какие-то дополнительные возможности, не отменяя там скорость счета как способ защиты вложения граждан в недвижимость, ведь они же тоже появились. Вот вся эта технология, весь этот механизм появился вот тех проблем, которые на рынке недвижимости существовал, которые приводили вот к тому, что масса так называемых дольщиков оказались обмануты у разбитого корыта. Поэтому, если будут те предложения, которые с одной стороны сохранят уровень защиты граждан, с другой стороны, вот позволят вести практику партнерского финансирования в эту сферу, почему бы нет? Ну, мы сейчас с вами обсуждаем некоторые такие гипотетические вещи, нужно смотреть конкретные проекты, они могут появиться в ходе развития эксперимента, а там дальше уже и об изменении законодательства можно сделать вывод, это в конечном итоге опять-таки создан, вот создается специальный экспертный совет, который должен оценивать такого рода предложения. А в отношении повышения финансовой грамотности в этом сегменте партнерского финансирования, планируются ли какие-либо программы Банка России? Ну, мы опять-таки, мы в самом начале пути, при успешном проведении эксперимента, при его успехе, я думаю, что все волей-неволей придут к необходимости формирования самостоятельных программ. И в определенных регионах они будут точно востребованы, а с счетом того, что само опыт партнерского финансирования, он не обладает какой-то там конфессиональной или прочей там уникальностью, это все-таки тот новый продукт, который предлагается всему населению. Наверное, об этом нужно будет говорить везде. И соответствующие программы рано или поздно появятся, это вопрос времени. Давайте немножко вернемся к истории. Сейчас фактически мы находимся на стадии развития международных финансовой системы, когда преобладает, фактически представляет собой монополия процентной кризисной экономики, которая была не всегда, да, которая зародилась по итогам развития системы, банковской системы в Европе, системы центральных банков. Даже еще до центральных банков она зародилась, много раньше. В центральном банке 17 века кредит, процентный кредит это все-таки чуть не ранее средневековье, а даже раньше. Такую, может быть, масштабность приобрела и пришла во весь мир. То есть эта система вот уже как раз, наверное, глубоко после великих географических открытий, когда уже, скажем, монополии, когда митрополии, появились колонии, вот эта система стала копироваться во всех странах, стала появляться. Я читала вашу работу тоже по истории центральной, развития центральных банков. И вот как вы думаете, во-первых, почему все-таки победила эта система в итоге, и насколько возможно развитие альтернативной системы, то есть которая могла бы составить какую-то конкуренцию при преобладающей системе, с той точки зрения, что сегодня мы находимся в некой ситуации финансовой колеи, когда все, то есть не только, да, вот эффект колеи возможен в технологической сфере, да, в развитии там железнодорожных путей и так далее, но и финансовой сфере, когда все механизмы, инструменты, в том числе обеспечительные, в том числе инвестиционные, в продолжающей степени связаны вот с этим вот принципом платности кредита. Ну, может ли появиться альтернатива? Может. Мы этим с вами занимаемся, мы это сейчас обсуждаем, будет ли она носить такой глобальный характер? Это вопрос, ну, как всегда конкуренция разных, разных систем. Почему система, основанная на проценте на кредите, стала столь популярной? Доступность, легкость. Тут в данном случае, если брать там развитие торговли, да, предначение это что такое? Караван, да еще обеспеченный воинской силой, реальной сделки, приходили в определенное место, товар разгружался, брал, собрал и золото уходили. Много ли товара привезешь, много ли золота привезешь, ну, хотя бы вот на уровне оплаты, да? Потом в какой-то момент караван превратился в ярмарку. Уже много караванов. А все то же самое, все то же золото, да? Или какие-то другое средства универсальной ценности. Потом в какой-то момент, ну, кстати говоря, для России это достаточно поздно. Это вот я где-то с удовольствием читал какие-то наблюдения за развитием Нижегородской ярмарки, которая там была перенесена из Макарьева. Ну, то есть она действует так, фактически с переносами 16 века. А развитие получила в 19 веке, уже в Нижний Новгород, когда была перенесена, 1817 год. Но вот до середины 19 века писатели отмечали, что купцы старой формации не хотели брать кредит. Они не шли в банки. Ну, там кредит был свой, там векселем оплачивали. Тоже самое кредитная сделка. И только по итогам какого-то времени расширение товарооборота потребовало увеличения кредита, увеличения, привлечения денег из зне. Но существующие деньги на счетах, наличность, то, что называется, в кассе, ну, счетов тогда еще не было в кассе, не обеспечивали возможности для того, чтобы купить больше товара и возможность последующей его продажи. Риск-то был здесь, покупаю, продаю, я должен выплатить процент, но если я продам его чуть дороже, на объеме товаров как раз возникает возможность себе заработать и выплатить процент, но и создавала соответствующую группу рисков. Но вот эта легкость в товарообороте, она многих сподвигла к тому, чтобы идти за кредитом. И кредит стал превалировать. Ну, там, в Западной Европе, вы правы, это более ранний период времени, там свои эксцессы, вспомним бессмертного Шекспира, венецианского купца, что там случилось с венецианским купцом, что с ростовщиком этим произошло. Эксцессы были более чем серьезные, негативные отношения, оно долгое время существовало. Поэтому, возвращаясь к этому, да, действительно произошло культурологическое изменение отношения к проценту, и это было связано с развитием товарооборота. А вот ведь в том, что предлагается в рамках партнерского финансирования, есть такая идея, которая по-своему должна быть осмысленна, и она соответствует существующим, может быть, реальностям существующего мировоззрения, который сейчас воспитывает, идея самоограничения человека. То есть вот браться за множественность эту товарной массы, за огромный товар, может быть, и не стоит, и потребности чуть стоит ограничить. То есть противовес духу потребительства? Именно, именно, это очень, да, 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 да. А это очень серьезное изменение культурологическое, мировоззренческое. И если это сработает, то сработают и новые институты, которые по большому счету вот в рамках этого трека они действуют. В этом смысле исламские насы компании, многие блокируют сделки, финансирование товаров люкс, ну для потребителей, потому что это... Да, прекрасно, прекрасно, да, 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 да. Это вот идея самоограничения, которая вот соответствует духу времени. Вот когда мы говорим, там, мы рассуждаем о повестке, да, это же вот, вот, вот здесь вот. Конечно, 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 что предполагаем купить, что купили, а нужно ли нам это? И куда это потом пойдет? Да. Пожалуй, еще один вопрос. В банке сегодня, да, мы начинали с банков, ключевой участник нашей финансовой системы. И опять же, сложности продуктов для банков, новизна продуктов для банков. А мы помним, что еще год назад эта тема начинала обсуждаться с законопроекта, была вынесена идея создания новой формы вообще финансовой организации, комитента по финансовому рынку Госдумы. Как вы думаете, все-таки вот этот рынок покажет, кто все-таки здесь будет ключевым игроком, и будет ли законодательство двигаться в сторону создания новой формы вообще финансовой организации? Или пусть как бы вот все имеют право, я сейчас говорю даже в период после эксперимента, насколько видите перспективы именно выделения отдельных структур, вообще с отдельным, с отдельным подходом к надзору и регулированию, с учетом отдельные специфики рисков, потому что вот у меня, честно говоря, сомнение, что банки, если даже войдут, что они сделают это довольно быстро, потому что у многих действительно отношение скептическое, потому что это другой характер рисков, и им нужно переделать, переосмыслить практически все, а это, ну как бы все, что касается нового осмысления, это всегда долгий путь, особенно для таких крупных структур, которые привыкли работать по определенным четким нормативам. — Вы прекрасно подвели своим вопросом к ответу о том, что да, есть большие перспективы того, чтобы появились новые институты, новые формы, новый вид финансовой организации. Мы об этом говорили, да, мы говорили о том, что это может быть создано в качестве действительного смысла, имеющим уникальную там правоспособность там организации, но это те выводы, которые мы должны сделать по итогам эксперимента. Нужно посмотреть, что лучше полетит. То есть вот это тоже необходимо в том случае, если сработают те факторы, о которых мы говорили с самого начала. Вопросы возможности прилечения инвестиций внешних и внутренних, я бы даже сначала сказал внутренних, потом внешних. Вопросы, насколько это все будет эффективно с точки зрения последующей работы, есть ли для этого необходим новый институт, почему нет? — Ну, Алексей Геннадьевич, напоследок, может быть, у вас есть какие-то пожелания к самим потенциальным участникам рынка и к потребителям, которые будут обращаться за этими услугами, которые следят и ждут введения нового закона? — Ну, с счетом того, что это эксперимент, есть определенный, наверное, уровень недоверия к такого рода экспериментам со стороны власти. Вот сейчас нам всем, наверное, необходима известная степень открытости по отношению друг к другу. Власти по итогам эксперимента будут делать свои выводы, и они будут делать выводы на основании тех предположений, тех гипотез того статистического отчетного материала, который должны представлять субъекты. Они должны, следовательно, раскрыться. Вот все должны продемонстрировать готовность к такому роду раскрытия, раскрытости, открытости в рамках этого эксперимента, и тогда он будет эффективен. — Спасибо большое, Алексей Геннадьевич. Было очень интересно. — Спасибо большое. Спасибо за эту встречу.